Итак, всем привет, с вами Дубка, и продолжаем играть за Пруссию в мод на 1700 год. Уже прошло 6 лет игры, Пруссия уже выглядит очень сильной, промышленность у неё очень сильная, она вполне себе может посоревноваться с ведущими мертвыми европейскими державами. Позиции не хватает нам только флота, но мы к этому движемся. И пора нам начинать войну с, как это называется, противошведской коалицией. И мы готовы, мы не стесняемся вообще. Пропускаем фокус уничтожить зданию, здесь не было войск вообще у стран. Ага, здесь острова, здесь нет прохода или есть, непонятно. Предлагает пакт о ненападении, пожалуй нет. Давайте теперь кавалерию мы отправим вот сюда. Сыгра, что там по стрельцам? А, всё ещё минус 50% кстати, так их и не зафиксили. Саксония позвали против нас. Неудачная идея. Саксония теперь захвачена. Отлично. А что за шведская оккупация, что вот это за бред уже? Ну ладно. Потерпим этот бред. И давайте, знаете как мы сделаем, так как я не вижу особого сопротивления. Потому что все войска... Так, давайте почистим всё. Я подозреваю, что все войска вот здесь вот у них. Мы просто сделаем вот такого образа автоплан. Давайте все на позиции, только почистим. Сзади всё. У нас ещё есть заводы. Ох, это приятно кстати говоря. Давайте, нам нужны поезда на самом деле. У нас их не хватает очень. И в атаку. Я чувствую, что сейчас, да. Как бы захвачено очень быстро. Где у них войска? Мне непонятно. Ну-ка даже нажимать это не вижу смысла. Да, войска. Войска где-то есть. Но очень немного. Гурляндио мы захватили. Сейчас капитулирует уже Речь Посполита. И следом за ними будет Россия. И вот оно есть. А можно, пожалуйста, без вот этого бреда? Что это за чушь? Почему Швеция? Давайте-ка проход возьмём. Я не знаю. Потому что это абсурд какой-то. И продолжим дальше закрашивать Россию. Начали встречать первые территории. Первые точнее войска российские на их территории. Ну, просто испаряются они. Ну, да, 330 атаки. У нас у них 7. Ну, слишком это баф сильный. Дебаф, точнее. Я даже не знаю. Надо поиграть на России, посмотреть, как от него избавиться. Возможно, надо закончить войну, чтобы от него избавиться. Либо что-то ещё. Но пока непонятно. Пока очень непонятно. Давайте в тылу Байскрабская тренируется, не спеша. Мы делаемся минимальными потерями. Сколько у нас потери? Всего 32 человека умерло. Уже 55. Конечно, да. И мне самое главное... Вот, участие в войне у нас очень низкое. Мне хотелось бы намного больше. И я обнаружил, что он сзади здесь, в тылу, оказывается... Вот это вот не добили. Да, надо его срочно добить. Будет. Строим мы здесь вверх для себя. Прямо сейчас нам это не пригодится. Но вот в будущем вполне себе. И вот мы взяли Санкт-Петербург. И давайте поможем шведам с вот этими русскими войсками. У нас немножко окончается манпауэр, потому что мы очень много мобилизовали в армию. Поэтому чуть-чуть мы отменим призыв. Точнее, формирование новых дивизий. И, наверное, давайте повысим уже призыв чуть-чуть. Уже пора. Это, я думаю, делать нам не имеет смысла. Я бы хотел на самом деле империю сделать, но нужна стабильность. 50, кстати говоря. Давайте нажимать вот эту кнопку для этого. Все еще мы не так много варскора имеем, к сожалению. 20 процентов. Хотя у вас бы, конечно, побольше. Это все-таки долго, видимо, воевало. Именно успело нас собирать. Но, опять же, что поделать? Варскор какой есть, такой есть у нас. Кстати, тут Иишки колонизируют на самом деле? Да, колонизируют, забавно. Ну что ж, давайте... О, колонизация 50 политки и 1000 мэн-пауэра. Ага, понял. Также две отсыпки. Ну, это все у нас есть, только надо мэн-пауэр чуть-чуть освободить для этого. А, может быть... Давайте вот Мадагаскар заколонизируем. Начали колонизацию. Отлично. Видимо, через какое-то время там что-то будет происходить. Ну, будем ждать. Оба нас, смотрите. Трельцы минус 40 процентов, минус 50. Видимо, от того, что мы их захватывает начали, они смогли реформы делать. Ну, я точно видел, что вот здесь вот, видите, больше, чем 20 процентов сдачи. Возможно, там реформы как-то завязаны на том, что они должны проигрывать все-таки. А швед просто потому, что Ишка сделать этого не может. Давайте сократим фронт вот досюда, чтобы у меня здесь войска не страдали от снабжения. Мы просто шли нормально захватывать территорию вот здесь вот. Есть тут некоторые проблемы со снабжением. А именно здесь вообще нету железных дорог. Следовательно, что следовательно надо их сюда бы проложить хоть каким-то образом. Да. Вот так. Ну и помимо железных дорог здесь, конечно же, нету просто пунктов снабжения. Но их строить в России я не буду, очевидно. И вот русские войска входят в Москву. Вот здесь какое-то окружение получается тоже стихийное, я бы сказал. Я здесь ничего не планировал окружать, мне хочется уже войну просто закончить. Но на этом Россия не сдается. Нужно идти дальше, видимо. О, смотрите-ка, Петр Первый. Мы заставили его отречься от престола, и теперь Максим Конев какой-то стал на престол. Ну да. А они задутся теперь или нет, вопрос такой. Понятно. Так, там Алжир аннексировали. Это мне не сильно интересно. Интересно, что будет с Россией сейчас. И... А, нет, это не Алжир. Да, это они просто захватили всю Османскую империю. Посмотрите-ка, мы успешно планировали стейт, который мы хотели заколонизировать. Отлично. Теперь Мадагаскар в русский. Вау. Мы можем с Российской территории колонизировать? Видимо, нет. Ну ладно, Мадагаскар заколонизировали, отлично. И мы, смотрите, мы можем дальше их строить, да? Так, колония, вот эти домики, что они делают? Ну-ка. Видите, ты их видел? Вот. Колония Сеттлмент. Увеличивает население этого стейта. Окей. Ну, ресурсы мы какие-то получили отсюда, я надеюсь? Нет. Но немножко мэнпауэра. Ну ладно, полезно все равно. О, Новгород объявил войну Россия. Ты так понял, Новгород отделился от России. Видимо, что-то ничего не до конца готово. Коллапсом российское центральное правительство. Ага, ага, ага. Ага, короче, бюргеры, то есть торговцы, торговцы наняли к себе ополчение и объявили независимость свою. Или хотят уничтожить эту нацию. Никто не признал Новгород пока что. Ну что ж. На стране сильно могут нам бы с Москвой закончить войну, собственно говоря. Ух, а тут поразвалилось все по жести. Казахи, Монголия объявила войну в Москве. Видимо, все, Московия закончилась. Пермь. Ну да, да, так и есть. Сейчас мы возьмем указание, я чувствую, и они капитулируют. Крайне мере, должны. Да, так и есть. Отлично. Давайте... А Саксония? Почему я не могу? Ну ладно. У нас 300 счета есть. Но я хотел бы вот эти территории захватить. Почему я не могу с ними забереться? Странно. У нас 44%? Ну окей. Давайте тогда... Мы можем, в принципе, какие-то территории здесь и забрать. Может, мы все равно вот это будем захватывать. Почему здесь не сделать себе марионетку? А вот смотрите-ка, мы Новгород, марионетка и делаем. Отлично. Это и на это претендует. А, но они претендуют и здесь. Давайте-ка здесь делаем марионетку. В Москве, на старшихся территориях. Отлично. Блин, ну здесь уже пошло... Ох, вот это вот пошло говно по другам, так сказать. Ну надо максимум того, что мы можем себе забрать, забирать. Все равно. Ну вот это вот новые современные верные договора. Где вот это вот происходит все? Куда? Ну свое мы, я думаю... А, нет, не заберем. Куда мы все-таки не заберем? А, вот теперь отдельные... И у меня только 15%? Я единолично капитулировал Саксонию. Здесь территорию. Вы что, какие 11%? Ну, придется... Убериться с тем, что останется. Но я чувствую, шведы недолго сейчас проживут. С такими амбициями. Шведы у нас в следующей списке. Так сказать, обид. Мы все еще, в принципе, получили какие-то территории. Из этой войны. Но, очевидно, не все, что мы хотели. Мы не получили себе... Здесь Польшу всю, которую мы захватили себе. Пусть кое хочет нам дать снаряжение. Мущественным твоим, мущественным талмыкием и дон-кубанью. Давайте их захватим просто по-быстрому. И затем будем пытаться как-то... Ярославль... Что с этими ребятами мы начали воевать? Ужас. Сейчас надо будет всем этим разобраться. А вот. Мутное время. Но разбираться с этим, конечно, всем очень неудобно. А еще надо призвать Новгород. Отлично. Чтобы Ярославль все захватить. Ох, ужас, ужас. Ярославль капитулирует. Давайте присоедуем его, пожалуй, к Новгороду. Отлично. Сейчас займемся вот этими всеми мелкими тоже странами. в Калмыкии, но... И нету Варскора. Прекрасная игра. Я все захватил, но... Варскор у... Креции. Прекрасно. Надеюсь, хоть с этой вот страной у меня все получится нормально. И вот дань-кубань удалась. Мы тоже ее все отдаем в Москве по возможности. Отлично. Осталась Рязань? Ага, ага. Ну, давайте вот так попробуем, что нам еще остается. Ну, и да, у нас получается. А еще и здесь Тамбов начинает воевать с Рязаней, но... Мы успеваем сюда впервые. Территория, конечно, ужасно выглядит. И вот она, Рязань. Ух, слава богу, нам хватит на этот сихват. Еще было бы... Ага. Хватит в скобочках, не хватит. 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 А, ну Рязань просто не... Хватит. После этой войны. Теперь у нас минус 200 дерева. Это реально просто... Да, это реально просто корабли. Ну, значит, покупать не будем. Корабли потерпят. Вот здесь вот можно подкупить. Так вот, у нас очень большие минусы всего после этой войны. Нужно восполниться, а потом уже мы полные сил можем, я думаю, думать о следующих войнах. И это, скорее всего, будет война с Швецией, чтобы получить свое то, что они нам не оставили. То, что мы должны были получить по праву. Кстати говоря, мы можем уже стать империей. Ну да, получить еще 10% скорости строительства. Потеряем 10% мест для фабрик. Но я думаю, что в целом это позитивно. Так что почему бы нет. Теперь в Прусси это империя. Да, все равно слотов нам еще застраивать и застраивать. Если что, там подумаем. Откатимся обратно. Закрыли мы уже всю доктрину пехотную. Морскую еще далеко не закрыли. Нас потихоньку капает от нашего советника, но не более. У нас, на самом деле, с разрешением всего много. Только видите, вот есть минуса, которые мы так много не производим. С ними надо, на самом деле, подумать что-нибудь сделать. Хотя как сделать, просто больше выделить и подкопить. Ну да. Скоро мы уже начнем делать подлодки местные. Они все еще с торпедами. Но что поделать. Автор это не смог переделать. Ну, либо пока что не смог переделать. В будущем переделает. Торпеды так и торпеды. Что с этим поделать. Не знаю даже, насколько нам актуально ставить сюда столько торпед. Но учитывая то, что мы будем сражаться против основного флота тоже ими. Давайте строить максимально боевые себе подлодки все-таки. И да, подлодки тоже требуют дерева, очевидно. Ну как подлодки. Они здесь называются рейдерами. Типа приватерами. Рейдерскими, то есть этими... Ну да, в принципе, рейдерскими кораблями. Ну а теперь мы уже вовсю идем в этот флот. И в войне со Швецией я хотел бы уже его использовать. Но я понимаю, что у меня не хватит. Не хватит кораблей. У меня не хватит русских, чтобы эти корабли построить. Так что пока только казуальненькие подводные лодочки у нас будут. И вот уже первая. Отлично, я доволен. Адмиралов у нас нету. Кстати, это неплохой адмирал. Потому что... Воздуха все равно нету. Противоуздушная атака минут 20% мне не страшна. А вот плюс атака моих тяжелых кораблей мне пригодится. Я планирую вместе с подлодками строить себе как раз такие линкоры. С прикрытием легких крейсеров и эсминцев. Ну на этом, я думаю, можно серию подзакончить. Мы, как раз, закончили. И теперь мы обижены на Швецию, которая нам не дала достаточного количества территорий. Они теперь, кстати говоря, взяли Baltic Domination. Это, я так понимаю, из-за того, что они победили в России. Да, ну-ка. Да, вот. Это поражение, это победа. Он теперь стал великим. Они стали империей. И вот они получили доминацию в Балтике. Если говоря, могут нас позвать в свою сферу. Нет, это мы можем позвать их в нашу сферу. Так что, да. Надо шведов, которые слишком много себе возомнили, все-таки чуть-чуть осадить. Ну а это в следующей серии. А с вами был Логей. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорой встречи. Пока.